Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. В эфире новости телекомпании ТВИН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. На коньки становись! В Магнитогорске готовится к открытию 61 ледовая площадка. Автолист на расхват ММК увеличил отгрузку продукции автомобильным заводам. Рожденный ездить летать не должен. Магнитогорские госавтоинспекторы вышли в очередной рейд с проверкой маршрутных транспортных средств. А сейчас о бытиях и других событиях более подробно. Готовность катков и хоккейных коробок к сезону 2015-2016 года. Нарушение правил благоустройства и уборка города в зимний период. Эти темы стали основными сегодня на очередном аппаратном совещании в администрации города. Традиционное аппаратное совещание в администрации города в этот раз провел заместитель главы города Олег Грещенко. Сам городоначальник Виталий Бахметьев находился в командировке в Челябинске. В начале совещания Олег Грещенко представил нового директора треста теплофикации. Им стал Владимир Келенский, который ранее возглавлял в областном центре Челябка Монэнерго. Далее с докладом о готовности ледовых площадок выступил начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов. Всего в зимний период для жителей Момитогорска в общей сложности будет открыта 61 ледовая площадка. Повторюсь, 44 дворовых, 10 подведомственных управлений по спорту, 5 образований и 2 частного учреждения. Зашла речь и о нарушениях правил благоустройства. Многие предприниматели не следят за отведенной им территорией, складируют в неположенных местах мусор, не вывозят бытовые отходы. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова. За неделю сотрудниками службы было выписано 38 предписаний и составлено 13 протоколов. Подобная работа по наведению порядка ведется управлением постоянно. Это реальная работа, которая проводится этим управлением. В общем-то, меры, которые принимаются ими, они действенны. Мы должны понимать, что этому управлению мы должны делать зеленую улицу в части финансирования, даже, может быть, увеличить его. Завершило аппаратное совещание тему уборки города зимой. Для этих целей в дорожно-специализированном учреждении задействовано около 70 единиц техники и 108 работников. Только за последнюю неделю ими было вывезено почти 6000 кубометров снега. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН Продолжаем программу. Магнитогорский миниологический комбинат увеличивает промышленные поставки иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2015 году по сравнению с 2014 их доля в общем объеме отгрузки автолиста у АОММК выросла в 4 раза. Серийные поставки оцинкованного и холоднокатанного проката ММК в адрес всех автомобилестроительных компаний, работающих в России, составили 405 тысяч тонн в 2014 году и 278 тысяч тонн за 8 месяцев 2015 года. Автомобильстроительный рынок является одним из самых перспективных и привлекательных для комбината, который стремится укрепить свои позиции на нем и стать ведущим поставщиком металлопродукции для отрасли. В течение ближайших 10 лет ММК намерен стать поставщиком номер один для автопрома на внутреннем рынке, а также занять позицию ключевого поставщика для трех топ-производителей иностранных брендов в России. Как отмечается в стратегии развития компании, до 2025 года достичь этой цели ММК планирует за счет совершенствования системы поддержки клиентов, расширения ассортимента качественной продукции, развития опережающего маркетинга и улучшения IT-инфраструктуры для клиентов. В целом для нужд автопрома УАО ММК освоил производство более 50 различных марок стали по требованиям европейских стандартов, сообщает Управление информации общественных связей УАО ММК. К другим темам. Помощник председателя профсоюзного комитета группы ММК по правовым вопросам Ольга Космынина стала лауреатом премии «Юрист года» в Магнитогорске. Традиционная церемония, приуроченная ко дню юриста, проходила в камерной и тематически близкой обстановке в Центре правовой информации библиотека Крашененникова. Член Ассоциации юристов России Ольга Космынина стала 12-м по счету обладателем этой премии. Награда была учреждена решением городского собрания депутатов по инициативе местного отделения Ассоциации юристов. С каждым годом премия набирала авторитет среди ее лауреатов ведущие правоведы нашего города, представители ФИМИДы, нотариусы, сотрудники органов правопорядка и прокуратуры. На этот раз компанию городским руководителям в празднике составили лауреаты прошлых лет, а также те городские юристы, кто был отмечен наградами другого достоинства. Глава города Виталий Бахнетев и председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов вручили благодарственные письма и грамоты как практикующим сегодня юристам, так и ветеранам этой нужной профессии. Все номинанты и лауреаты в качестве подарка получили новую книгу председателя Думского комитета по законодательству Павла Крашененникова «12 апостолов права». Поразительным примером стойкости и силы духа была названа жизнь участников праздничного мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов. Его главными героями стали ветераны-инвалиды группы ОАО ММК и представители общества инвалидов Магнитогорска, собравшиеся в стенах Дворца культуры металлургов имени Серго Арджоникидзе. Руководство комбината и города старается приложить максимум усилий к тому, чтобы эта категория населения чувствовала себя полноправным членом общества. «Вы вершили то героическое прошлое, которое было у комбината, у города. Хочу пожелать от всего коллектива ОАО ММК самого главного вам здоровья и энтузиазма. Низкий поклон вам. Спасибо». У Международного дня инвалидов цель одна – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. Однако Магнитогорский металлургический комбинат в подобных напоминаниях никогда не нуждался. Инвалидам по травме, по общему и профессиональному заболеванию оказывалась поддержка всегда. Это ежемесячная материальная помощь, частичная оплата коммунальных услуг, оздоровление в санаториях, профилакториях и многое другое. Большую работу в этом направлении ведет и город. Сегодня в Магнитке работают два многофункциональных реабилитационных центра детский и взрослый. Однако добраться туда, как и просто выйти из дома, для многих людей по-прежнему является серьезной проблемой. «Проблемы есть, проблемы много, но не всегда они связаны с финансами, а большей частью я считаю, что они связаны с нашей невнимательностью. Я еще раз обещаю, что мы будем уделять этому внимание и будем прилагать усилия, что в городе Магнитогорске инвалиды не были еще вины». И эта работа должна быть общегородской, поддержали главу города, председателем ГСД Александр Морозов и председатель правкома ММК Александр Дерунов. Ведь отсутствие общения является не менее острой проблемой, решить которую помогут подобные мероприятия. Концерт, составленный из любимых песен героев этого дня, подарил слушателям массу приятных впечатлений. Сердечно поздравил собравшихся и председатель Совета ветеранов ММК Александр Титов, напомнив, что по окончанию мероприятия всех ждут еще и традиционные продуктовые наборы. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В гериатрическом отделении Центральной медико-санитарной части Магнитогорска состоялся тематический праздник под названием «Будь всегда веселой, красивой и здоровой». Проведение добрых, веселых праздников с участием пациентов, медиков и приглашенных артистов в гериатрическом отделении Центральной медико-санитарной части стало уже доброй традицией. Для многих пожилых людей гериатрический центр – не просто место, где они проходят курс лечения. Это почти родной дом, куда пенсионеры могут прийти пообщаться, поделиться новостями и просто отдохнуть. Мне очень нравится. Во-первых, очень хороший персонал, доброжелательный, трудолюбивый, обаятельный. Ко всем относятся с уважением, независимо от возраста и ранга, как говорят. И лечение, главное, понимаете, разнообразное. Во-первых, и таблетки, и массажи, капельницы ставят, и физ-лечение, и релаксация. И главное, что и душевно-то лечат, понимаете? По дате мероприятия совпало с Международным днем инвалидов. Милое и трогательное поздравление подготовили для пациентов гериатрии воспитанники ближайшего детского сада. Не оставили своим вниманием людей в возрасте и давние друзья и помощники Центра – инициативные студенты Магнитогорского государственного технического университета. В их исполнении для собравшихся прозвучали современные музыкальные хиты. Сегодня в Магнитогорске с 7 до 15 часов прошло очередное рейдовое мероприятие ГИБДД. На сей раз в объектив внимания дорожных полицейских попали так называемые маршрутные автобусы малой вместимости или попросту маршрутки. И это не случайно. С начала года количество дорожно-транспортных происшествий с их участием увеличилось до 13 против 12 ДТП в прошлом году. Ярким примером небезопасного вождения маршруток стали последние три недели, когда погода призывала водителей быть осторожными, но они не вняли здравому смыслу. В результате кто-то не справился с управлением, пытаясь проскочить на оранжевый, кто-то не успел затормозить перед пешеходным переходом. В итоге ДТП и травмы как пассажиров, так и пешеходов. Причем среди последних часто страдают и дети, и пожилые люди, которые физически не могут успеть перебежать по зебре, пока маршрутка, летевшая на высоких скоростях, пытается остановиться в Гололедицу. Из 13 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутных автобусов малой вместимости, 5 – это наезды на пешеходах, и 8 дорожно-транспортных происшествий – это столкновения, где травмы получали пассажиры. Сегодня основное внимание полицейские уделили проверке документов водителей маршруток, их допуска к вождению и проверке технического состояния автомобилей. По данным полиции, ежесуточно в Магнитогорске совершается около 20 правонарушений, из которых большую часть, к счастью, удается раскрыть. Чаще всего органам правопорядка приходится сталкиваться с кражами и бытовыми преступлениями. Криминальная хроника продолжит выпуск. Дежурные части Управления МВД России по городу Магнитогорску фиксируют факты причинения тяжкого вреда здоровью жителям нашего города. По-прежнему магнитогорцы приглашают к себе домой малознакомых людей, распивают спиртные напитки, в дальнейшем происходят различные конфликты, которые иногда заканчиваются и смертельным исходом. К сожалению, мы фиксируем факты краж из автомобилей. Буквально сегодня ночью у нас совершено три таких факта. По-прежнему автовладельцы оставляют транспорт на неохраняемых автостоянках, а злоумышленники пользуются этим, разбивают либо стекло, либо повреждают замок, проникают внутрь, похищают ценные вещи, оставленные в салоне, а также аккумуляторы. Уже традиционно с приходом холодов участились случаи воровства на садовых участках. К сожалению, данную категорию преступлений не всегда удается раскрыть по горячим следам, так как садоводы посещают свои садовые участки не очень часто. Но сотрудники полиции, заметив граждан, которые перевозят номерные вещи, всегда обращают на это внимание. И если обнаруживаются краденые вещи, то, соответственно, в дальнейшем имущество возвращается хозяевам. О новостях спорта через несколько секунд. В ближайшие выходные можно будет провести не только с удовольствием, но и с пользой. К традиционным зимним забавам, снежкам и лыжам теперь добавились коньки. Центральный стадион ждет всех любителей здорового отдыха на лед самого большого в городе катка. Каток на центральном стадионе самый большой в городе. Его площадь 2000 квадратных метров. Пропускная способность до 3000 человек в день. Следить за состоянием катка и поддерживать идеальную гладь будут ежесуточно. У нас две бригады, которые работают круглосуточно. Каждую ночь вот эта бригада, она шпаклюет, смотрит за катком. Если надо, мы подливаем еще этот лед. Ну и в таком режиме весь сезон. Это, считайте, до марта месяца. Администрация катка при поддержке Магнитогорского металлургического комбината сделала все, чтобы отдых горожан был комфортным и запоминающимся. На территории работает уютный буфет. Здесь всегда можно погреться, перекусить, выпить горячего чаю или просто пообщаться. В прокате – хоккейные фигурные коньки. Их более 500 пар. Не будет проблемы и с размером обуви. В наличии всегда есть коньки с 33 по 47 размер. Любители прокатиться с ветерком с горки могут не заботиться о ледянках и тюбингах. Их тоже можно взять на прокат. Стоимость услуг с прошлого сезона менять не стали. Так, входной билет обойдется в 100 рублей для взрослого и 50 для детей. Прокат коньков – 70 рублей за час. Для посетителей со своим снаряжением есть услуга по заточке коньков. Для этого был специально закуплен новый станок. Итак, центральный городской каток открыт для любителей здорового образа жизни ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisin.ru. О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет Игорь Гурьянов. Программа «Время. Местное событие недели» выйдет в эфир в субботу в 16.10 и в воскресенье в 15.55. Перед я вас жду с полезной коммерческой информацией, а также прогноз погоды на 5 декабря. Всего вам доброго и до встречи! По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 5 декабря, в городе ожидается значительная облачность без осадков. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 7-6 градусов. Днем минус 4-5 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова